всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас будет реакция на видео по спортивной тематике и это касаемо армспорта армрестлинга видео называется брус ли from казахстан is going to beat the hulk короче что-то типа казахстанский брус ли только как это связано с армрестлингом пока не понимаю но сейчас мы посмотрим я думаю все станет ясно на моем видео уже есть по по моему одно видео касаемо армрестлинга ссылка вот здесь вот наверху появится так что кто не смотрел проходите смотрите в принципе этот спор такой более-менее мне интересен я конечно же не занимаюсь но как бы так вот посмотреть на состязания атлетов ну как бы почему нет но это к тому же это как бы считается но как бы лично я считаю что таким настоящим как бы мужским видом спорта да как бы ну если так грубо говорить кто сильней но это конечно слишком так мягко и поверхностно сказано на самом деле я знаю там тоже есть своей своя стратегия там как-то можно по верхам по низам бороться и и так далее так далее так далее и это это я знаю всего лишь такую маленькую долю от этого спорта ну да ладно ребята давайте приступать к просмотру а прежде чем мы приступим не забывайте подписываться на канал кто еще не подписался внизу будет кнопка проходите прожимать и а также не забывайте включать колокольчик уведомления ну и с недавнего момента в закрыта в первом закрепленном комментарии а также в описании есть ссылки на донат те кто желает поддержать канал рублем как говорится милости просим погнали смотреть много легенд ходят вокруг известного на весь мир актера голливуда брюса ли но отличие от большинства его коллег блюз отличался реальность своих физических способностей люди уникальными уникальными отмечали интерес актера карам пресс лигу что он он любил соревноваться борьбе на силу рук и даже иногда шутил что хотел бы быть чемпионом мира я так понимаю там жилы до один из жилы учеников блюса ли мастер боевых искусств таки кимура также отмечал невероятную силу предплечий блюса даже сравнивал их с бейсбольными битами обидно но никто и никогда уже не проверит силы блюса ли на соответствие уровня топового арм пресслинга но в нашем невероятно захватывающем спорте есть прототип реального блюса ли парень из небольшого городка шадра который находится в стране казахстан его имя к дыргали к дыргали да блин круто такое видео сделано прямо интересно начал заниматься у него куча медали чемпионата мира и азии самое интересное достойно не просто полностью отдается своему единому виду спорта где заслуженно побеждает в своей категории но он получил репутация бесстрашного парня которому нет разницы какой соперник перед ним будь он самым быстрым и резким или самым большим и сильным на планете рукобойцы даже когда никто не мог поверить ему победу он тот кто рвал стереотипы пополам и доказывал что любой кто будет трудиться сможет достигнуть своих целей если вам до сих пор сложно поверить в это все просто поставьте лайк и досмотрите ролик до конца блин а внешне такой особо нездоровый да что бренды какие-то горы мышцы соперник-то поздоровее прямо я думал честно говоря что он проиграет ну не тут то было боковой нажим просто бетонный класс мы увидели настоящую борьбу собственно говоря социал медиа просто взорвались мы видим в контакте постов более 600 такого вообще редко бывает все поздравляют нам когда горле уважаемые любители армрейсинга уже 31 августа в самом сердце украины в городе киеве состоится по праву историческое событие для всего украинского армрейсинга пройдет первый профессиональный турнир киев open cup это мероприятие пройдет в месте где проводилась жеребьевка топ-8 в кличко экспо я неимоверно рада что мне выпала возможность передать свой опыт полученный во время работы на международных турнирах она судья что ли более того весь мир увидит самый яркий и самый ожидаемый поединок этого лета между двумя украинскими рукоборцами лидерами категории 8 интересно там будет скубой дивизиона профессиональной лиги между богданом и вахненком и александром корольчук думаю что нет насколько я знаю за границу дата борьбу ведь победитель будет один и именно он будет носить титул чемпиона украины на левой руке кроме этого вы увидите огромное количество крутых и зрелищных поединков в категориях победители ожидают призы и подарки от наших спонсоров и партнеров от компании мазуренко equipment так какой-то уже река рекламный ролик получается где там у нас брюсли на этом видео к дороге лен горбаев из казахстана в равной борьбе побеждать действующую чемпиона мира фарида вес которого пришел на меру 20 килограмм а вот здесь на популярном тургере золотой тур он поборол сибирского мишку дмитрия силаева кстати а вот поединок с самым сильным в мире дальнобойщиком виталием лавитиным тогда виталий проиграл получил два фола за сход локтя тем самым когда линдом и вышел победителем той сфатки что тут говорить уже в этом году он в тяжелейшей борьбе со счетом 5-1 можно сказать разнес польского спортсмена которого в кругах арм рестлинга называет фарвар алекс скажем с того ну внешне да так скажем это устрашающе выглядеть у меня удивил но сильно тогда и он очень волевой и сильный спортсмен и я уверен что он будет использовать все шансы во время борьбы сам будет находить какие-то малейшие минимальные возможно просто подвинуть в этом я уверен алекс между прочим был тогда очень хорошей форме его вес колебался в рамках 150 и 160 килограмм при росте два метра и два сантиметра после чего дыргали здоровья в казахстане встречали как истинного героя местные бизнесмены за победу подарили новый внедорожник тойота лодкрузер и молодого блин достойно достойно анкар байл сделал то что в наше время просто в голову не вкладывается никому благотворить подарок в виде джипа к дыргали передал своему тренеру я хочу сказать еще моему тренеру блин вообще какой поступок а достойный что у меня сюда отправил не помог очень много еще учил спасибо огромное и передаю привет шарвера армспорт к дыргали анкарбаева приглашает во многие страны есть видео марафоны где против него собираются целые арм губы в корее и пытаются его побороть борьба идет без остановки и соперник за соперником испытывать свои силы но в этом и сок на самом деле ключ анкарбаева в том что чем больше он схватки тем больше у него остается сил относительно его соперника но секрет в том что в городе шардара где проживает наш талант есть клуб для армрестлинг он так и называется шардара армспорт в этом клубе занимается около двух тысяч армрестлеров гдергали рассказал что они там частенько устраивают круговые спарни которые длятся около четырех часов а то и более и вопрос как той выносливости не появится если у тебя столько спарринг поэтому и не странно что после такого количества поединков к дыргали даже не устал ну против него и не профики были до любители которые просто занимаются в зале насколько я понимаю но когда вот этот вот марафон был так второе место да он здесь делал дорогие друзья давайте вернемся к событиям золотого тура 2017 года где финальном поединке категории встретились два чемпиона первым из них был леван сагинашвили по прозвищу халк вторым на номер мая который и этим расправился с сибирским медведем силами и дальнобойщиком лаги судьба сложилась так что эти два рукоборца ливан и к дыргали должны встретиться в сфатке на втором этапе этот ливан он же да по моему сказать что к дыргали имеет все шансы доказать свое превосходство бесстрашность и с нет смысла говорить что ливан его размажет ведь такое же говорили и у гудачи к дыргали поистине уникальный спортсмен и в данный момент он находится на спортивных сборах ежедневно тренируется и готовится к этому поединку всеми доступными ресурсами судя по фото рабочие леса казаха внушают веру интересно покажут вот эти упражнения которые такие чисто специфические на пронацию и супинацию да по моему как то так это называется кожа на его руках стирается от лямок и работает с натяжкой я думаю к дыргали точно не даст кругу безболия но насколько ливан позволит появиться вот этим даже самым минимальным шансом это уже такой вопрос как ливан а ливан сейчас 177 килограмм он после последней вендеты с тимом еще очень набрал мы постояли за столом как бы он сам этого не скрывать что он очень набрал это не просто вес это это сила это сила ливана это мышцы тоже не тут же ливан чтобы был раньше там новый ливан он тоже постоянно не стоит на месте прогрессировать я буду на 120 процентов готовится потому что уже такой этап что здесь нельзя почему я думал что он турок кстати ребят напишите кто по национальности запястье вообще дикая просто я не знаю как моя ляшка наверно честно говоря для ливана она это и не ливан очень соперник был потому что ливан может не дать ему побороться за счет своих своей антропометрии свои огромные ладошки и сильного бокового движения но так гипотетически если за эту я даже не могу на этот вопрос ведь потому что не боролся на полную силу не с ливаном не подорогали честно не могу сказать даже но мне кажется на данный момент все шансу и так специально разрисовать для видео один вроде майк тайсона другой на буду вы брюс лейку понимаю если советы давать какие-то я думаю что которые знают без меня что можно и нужно делать если он победит ливана это будет сенсация очень классно что существует такие уникальные спортсмены как и дыргали они дают надежду всем парням которые не имеют такой уникальной генетики как генисты пленков ливанцы не нашли надо только работать над собой и подходить к любому делу так насколько я понимаю сама борьба да будет в следующем ролике ну как сказал здесь ведущий в этой передаче да то что как хорошо что есть такие спортсмены а я я хотел сказать как хорошо что есть такие каналы и конкретно такие вот передачи как это которые продвигают такой казалось бы не особо широко популярный в общей массе спорт и конкретно двигают каких-то отдельных личностей персонажей которые по всему по всей видимости более чем достойны до чтобы их как-то упоминали продвигали но это как бы всегда круто да когда вот такие вот опять же скажу мало известны в широкой массе спортсмены выходят в какое-то медийное пространство и такой спорт тут не только про арм рестлинг наверняка есть какие-то другие виды спорта до которая широко так вот не не распространены не на слуху в общем массе до людей и как но это всегда круто когда их что называется вытягивают из тени и они становятся известными и для них я уверена тоже некая мотивация будет дальше развиваться и улучшать свои показатели добиваться каких-то новых высот так ребят ну такое интересное видео да я конечно понимаю что она тоже такое узконаправленная для только в основном для любителей арм спорта ну мне это в принципе тема так немножечко интересно как бы смотрел прямо с интересом с удовольствием посмотрел узнал о новом о новом борце ну и желаем ему только удачи и достижений и первых мест так но ребята давайте пишите в комментариях все что вы думаете по этому видео не забывайте подписываться на канал всем удачи пока